Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете заказать через интернет. Автор сотен видео в интернете. Про правильное питание. Как правильно пить воду. Как правильно дышать в разных ситуациях. Как правильно сложить эти пазлы, чтобы получить искомый многими здоровый образ жизни. Как правильно заниматься профилактикой, чтобы не попадать на лечение. А в этом видео решил написать как же правильно убрать не только живот. Его можно просто втянуть. Но важно убрать грамотно жир с животом. Ведь там растворены шлаки и токсины, которые ваш организм не смог по разным причинам вывести. И неправильное снижение веса, неправильное уменьшение объема жировой ткани может сыграть с вами достаточно злую шутку. Потому как избыточный вес почти знак равно в печени, а это метаболический мозг вашего организма и главный фильтр вашего организма в печени явление жирового гепатоза. Либо статогепатита. Если образ жизни у вас и в данный момент не самый правильный. О чем это говорит? Это говорит о том, что фильтр не был способен когда-то убрать из вашего организма пестициды, гербициды, канцерогены. Другие жирорастворимые, подчеркиваю жирорастворимые токсические вещества. Которые добросовестно залегли в жировой ткани, неважно под кожей, в брюшной полости, вокруг жизненно важных органов, как и внутри самой печени. И вопрос. Если вы снижаете вес, убираете жировую ткань не механическим путем, иными словами не во время операции, то нагрузка должна попасть на ослабленный фильтр. Вопрос. Может он или нет выполнить свою функцию, если до этого он ее не выполнял? Ответ, наверное, понятен и ребенку. Какой? Поэтому важно правильно все это делать. И прежде чем снижать вес, нужно подготовить свою печень. Но! Холодное время года — великолепное время для снижения веса. Чаще всего, конечно, отпуск летом. И стремятся снизить вес к лету. К лету — это значит весной. В состоянии весеннего авитаминоза хронический дефицит некоторых витаминов может уже проявиться. Если у вас слабая печень, она просто не накопит себе витамины. И вы заложник системы питания. Если витамины в питании есть — ваш организм на них работает. А если весной продукты стали уже не самыми свежими, немного полежав во время хранения — то количество витаминов в питании снижается. А печень в состоянии жирового гепатоза — физически ей негде разместить эти витамины. Ей даже сахар негде разместить. Когда вы кушаете после еды, сахар не имеет права подняться выше 5 миллимоль на литр. А часто, если у вас есть жировой гепатоз, сахар с утра примерно такой же, а может быть даже и выше. Но! Одно дело после еды сразу. А другое дело — когда вы поужинали. И ночь ваш организм работал, выбирая сахар из кровеносного русла. И к утру остался не самый лучший вариант. Оптимальная регуляция уровня сахара в крови с утра — сахар должен быть от 4 до 4,5 миллимоль на литр. В этом случае ваша печень относительно неплохо справляется с теми обязанностями, которые она имеет. Но! Осень — шикарный период! Осень — зима в какой-то степени тоже. Но лучше начинать осенью! Времени у вас больше! Вы никуда не торопитесь! Вы можете реально заняться своим здоровьем! И постепенно снижать вес! Более того, возможностей больше! Если весной можно простимулировать обмен веществ, чтобы быстрее сгорали калории и снижался вес! Но! Ослабленный организм заставлять интенсивно работать — достаточно трудоемкое и опасное занятие! Летом стимулировать обмен веществ еще опаснее! Да! У меня есть такое видео, как правильно снижать вес летом! Летом есть опасность перегрева! Вы стимулируете обмен веществ! Увеличивается образование тепла в организме! А в окружающей вас среде достаточно жарко! Тепло уйти из вашего организма не может! Перегревание и различные небылоприятные осложнения! Осенью, зимой, когда температура опускается ниже чем плюс 18 градусов по Цельсию! Иными словами ниже нижней точки области теплового комфорта! Согреть организм за счет продуктов питания! Либо физических нагрузок! Шикарно! Вы все это можете сделать легко и просто! Но! Только важно делать правильно и последовательно! Не торопясь! Времени в вагон! Вы легко можете снижать вес безопасным для себя способом! Можно и увеличить количество белка в рационе! Да! Вам нужно согреться! Равно как только вы согрелись! Вы теряете! У вас часть энергии пищи превратилась в тепло! Вам тепло с одной стороны! И вы снижаете вес! С другой стороны! Вы получаете два в одном! Конечно же продукты которые быстро усваиваются! Каши, макаронные изделия, кондитерская промышленность! Эти продукты нужно либо резко ограничивать! Либо лучше исключить из своего рациона! Они дают быструю энергию! И в случае если вы ее правильно тратите без проблем! Каша перед работой шикарная вещь! Вы забросили в свой организм определенное количество энергии! И расходовали ее физической активностью! У вас набора веса не будет! А снижение произойдет! Потому как физическая активность в холодное время года также дополнительный фактор согревания и равно снижение веса! Но! Ее нужно делать правильно! Ее нужно выполнять правильно! Нужно знать как правильно дышать во время физических упражнений! Очень важный момент! Такое видео есть на моем канале! Вы можете набрать как правильно дышать при беге на разные дистанции! Такое видео есть! Вы можете его просмотреть! При правильном дыхании вы сжигаете не просто калории! Вы еще предупреждаете различные заболевания органов дыхания! Которые в холодное время года не редкость! И это нужно правильно знать и правильно использовать! Для своего здоровья! А как правильно что еще нужно сделать для того чтобы снижение веса шло оптимально? Вы узнаете! Прямо сейчас! Очень важно в лечении ожирения постепенно увеличивать скорость обмена веществ в соответствии с возможностями вашей сердечно-сосудистой системы как минимум и кардиореспираторной системы как максимум! Что я имею в виду? Обмен веществ идет на уровне клеток! Здесь горит примерно 500 питательных веществ в кислороде в водной среде! Образуются шлаки обмена веществ! Кислород превращается в углекислый газ! И вся эта компания вместе с отработанной водой через сердце и сосуды удаляется через выделительную систему! И какой элемент у вас работает неправильно? Работает недостаточно! Пищеварительная система работает прекрасно! И результат ее видите на лицо в зеркале! Если бы пищеварительная система работала плохо, вы бы там видели разные стадии дистрофии! Так как пищеварительная система у вас работает великолепно, вы видите разные стадии ожирения! То есть пища переварилась, с кровью досталась клеткам, но один элемент отсутствует! Недостаточное количество кислорода для окисления! В результате, неважно вы ели белки, жиры, углеводы были в вашей пище! Недостаточное окисление любых компонентов приводит к тому, что они перерабатываются в жиры и складываются в разных местах вашего организма! Часть вы видите под кожей! То, что вы не видите, но можете предположить, расположено вокруг жизненно важных органов брюшной полости! Достаточно большие накопления могут быть! Депо практически безразмерное! И опять-таки его размеры зависят от состояния сердечно-сосудистой системы! Потому как теперь эту жировую ткань нужно обеспечивать кровью! Пусть малым количеством, но все-таки туда кровь доставлять нужно для минимально активного обмена веществ! В итоге нагрузка на сердце присутствует! Нагрузка на сосуды присутствует! Что нужно сделать, чтобы жировая ткань начала уменьшаться? Движение понятно! Нужно активировать обмен веществ на уровне клеток! Но! Неважно вы используете йод, используете кофеин, используете другие широко известные стимуляторы обмена веществ на уровне клеток! Есть один ключевой вопрос во всем этом! Способна ли сердечно-сосудистая система доставить нужное количество кислорода? Уже большее количество кислорода вашим клеткам? Если вы чувствуете себя прекрасно при наличии ожирения! Это говорит о том, что кровь у вас более-менее жидкая! И возможно доставить кислород на клеточный уровень может! Если же у вас присутствует синдром хронической усталости или утренняя печеночная лень! То кровь у вас не такая жидкая, а немножко погуще! Именно поэтому и невозможно доставить нужное количество кислорода для окисления пищи! Ваш мозг не может извлекать нужное количество энергии и он в разной степени устал! Возможно он быстро устает при любой нагрузке! Понятно почему! Нагрузка, расходуется кислород, кислород закончился, появилась усталость! Кровь из более жидкого состояния перешла в более густую! И переносить кислород не может! Поэтому очень важный момент! Ключевой момент я бы сказал в лечении ожирения в любой период года! Способность крови переносить кислород! Ее можно увеличить! Наберите в интернете или Скул Скачко английскими, Школа Скачко, либо Школа Доктора Скачко русскими буквами, без проблем! Вы найдете несколько видео на тему, как же правильно использовать сердечно-сосудистую систему, Как правильно дышать, чтобы больше кислорода доставалось вашим клеткам! Разные есть способы! Последнее время забытый одно время способ насыщения крови кислородом! А именно барокамера! Он помогает без физических усилий! Людям с приличным ожирением, которые достигают предельной частоты при малейшей физической нагрузке! Сердцу-то при нагрузке нужно дать больше кислорода клеткам! А достигается это силой, либо частотой сокращений! Увеличение силы, либо частоты! При ожирении, как правило, сердце не силой берет, а частотой! И чем выше частота сокращения сердца при физической нагрузке, тем выше скорость износа сердечной мышцы! И тут важно найти ту самую золотую средину, когда вы помогаете, заставляете, вернее, свое сердце доставлять больше кислорода клеткам! Но при этом, чтобы оно не убилось само! Чтобы износ мышцы сердца не происходил! Чтобы явления миокардиодистрофии не увеличились! Чтобы не появился миокардиосклероз, когда сердечная мышца просто погибла! Тут нужно правильно дозировать эту ситуацию! Еще раз напомню! Есть видео, как правильно дышать при беге для похудения! Такое видео есть в интернете! Наберите, найдите, посмотрите! Чтобы вы понимали, как все-таки делать правильно! Как доставлять лучший кислород вашим клеткам! Чтобы обмен веществ разогревался постепенно! Сгорали обменные шлаки постепенно! И при этом печень и почки, как основные фильтры, успевали вот эти самые конечные продукты обмена веществ выводить из вашего организма! Чтобы не попадать на сюрпризы как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе! В ближайшей перспективе могут пострадать почки! Они не восстанавливаются! И белковые токсины могут их работоспособность снижать, переводя в разные стадии почечной недостаточности! Работоспособность печени также может снижаться! Расщепление жиров равно повышению уровня холестерина в крови! А холестерин выводится! Основная система – это печень! А в печени при избыточном весе разные стадии жирового гепатоза присутствуют! Либо, не дай бог, страта гепатита! Это еще более жесткая ситуация! То есть печень не готова выводить избыточное количество холестерина! И чтобы не играть что-то нечет, а будет развиваться атерослероз, будут появляться бляшки! Потому как для их образования практически все уже создано! Токсины в жировой ткани присутствуют! Раздражать сосуд они могут! Стресс так или иначе для вас присутствовать может! Потому как слишком большая физическая нагрузка – это стресс для вашего организма! Ну и холестерин в крови уже поднялся из жировой ткани! И пока вы неправильно снижаете вес, вы можете легко попасть на проявление на начальные стадии! Либо усугубление атерослероза сосудов! Тут возможны разные варианты! Поэтому, если вы хотите снижать вес правильно, нужно контролировать состояние организма! И постепенно выходить из того неблагоприятного состояния, в которое вы попали! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моих каналов словами Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете, как относиться к этой ситуации! Как правильно использовать ее для своего здоровья! Я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас! До новых встреч на моих каналах! Продолжение следует...